Ульяновская область Конкуренции на выборных товарных рынках пока достигнут 32. Не все гладкое в рейтинге содействие конкуренции, которые формируются из двух основных блоков. Первый касается количества и качества реализованных стандартов развития конкуренции. Блок номер два это достижение установленных целевых значений. В среднем в 2018 году реализуя стандарт Ульяновской области мы получили показатели в размере 77%. В Российской Федерации такой показатель составляет 73,5%. Хочу сказать о том, что годом ранее этот показатель по Ульяновской области состоял 83,5%. То есть мы упали практически на 6,5% с вами. А вот показатель по Российской Федерации на 5% вырос. 21 декабря 2017 в стране вышел указ номер 618 об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. Глава региона Сергей Морозов хочет, чтобы все строго придерживались принципов, изложенных в нем. Документ должен быть настольной книгой каждого. На мой взгляд, уже у всех должно быть в крови, что развитие обеспечения конкуренции это, если хотите, вопросы национальной безопасности. Принципиально важным является, на мой взгляд, положение указа, которое определяет, что активность содействия развития конкуренции в Российской Федерации является приоритетным направлением деятельности для всех уровней государственной власти. Сейчас одной из ключевых задач на 2020 год в реализации национального плана развития конкуренции является снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госвласти и местного самоуправления не менее, чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Ведь и здесь регион не вписался в рамки указов главы государства. Количество нарушений со стороны муниципалов в 2019 году увеличилось в три раза. Все эти нарушения выявлены на основании заявлений и жалоб субъектов хозяйств в Ульяновской области. То есть ни одно нарушение не выявлено в ходе инициативной проверки Федеральной антимонопольной службы. Ну, можно только догадываться, что если были бы такие инициативные проверки, возможно, таких нарушений было бы еще больше. Спирчаков озвучил одну из возможных причин – непонимание должностными лицами той задачи, которую поставил президент, и отчасти безответственность. Не нарушая традиции, вместе с главой региона, руководитель региональной антимонопольной службы подписал ежегодный план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии между службой и правительством на 2020 год. План включает пять блоков. Один из них связан с созданием в регионе проектного офиса по развитию конкуренции. Сергей Морозов просил возглавить его главу кабинета министров Александра Смекальна. Ринат Альулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.